Всем привет, друзья! С вами Эрликина. Вы на канале Гайды по играм Фан Плюс. Давно я не снимал видеоролики, теперь у меня огромный план контент разработан. Тут прям вообще я... 48 видеороликов, 48 тем. Некоторые из них будут шортсы, конечно, но будут очень часто выходить новые ролики, особенно для новых игроков, новых зрителей, которые только приходят в эту игру или уже вот только начали играть. И давайте... Я пропустил очень важное обновление 2-го числа. Я был в отпуске, отдыхал. Нас добавили новый уровень цитадели, точнее, крестоны. Давайте смотреть, что и как, потому что... Ну, как я про такое не могу... Могу и не снять. То есть, по-любому должно быть на канале, чтобы все игроки видели, что их ожидает, особенно те, кто ставит 40-ую цитадель и идет дальше. Нашел я 40-ой замок. Вот так вот, смотрите, теперь это выглядит. 40-ая цитадель, улучшить. И вот тут вот у нас есть ступеньки, да. Следующая ступенька стоит по ресурсам столько-то. Есть таблицы на сайтах. Давайте перейдем сразу на сайт. Вначале перейдем в Телеграм-группу. Смотрите, у нас есть Штормшот-группа Телеграм. Тут очень много различных тем. То есть, у нас есть и флуд, и дипломатия, чаты переселения, где вы можете познакомиться, пообщаться, перелететь в другое королевство. Есть рабочие бонус-коды. Есть правила чата. Важно с этими правилами ознакомиться. Важно не флудить в других темах, где это не разрешено. Три темы для общения. Это вопрос-ответ, флуд-общение и чат-переселение. В этих темах вы можете общаться сколько хотите просто. А в других темах попрошу не флудить, а администраторы за этим следят, удаляют, жалуются. Будут банить вас, если вы будете флудить в ненужном месте. То есть, не в нужных разделах. Также я добавил вчера тему по своим сообщениям. То есть, отдельные мои сообщения. Она закрытая тема, где я могу публиковать и обращаться к вам. И самая важнейшая информация от меня к вам. То есть, это сообщение от Арлекина. Вот такая вот тема. Есть таблицы. Я добавил на сайт таблички по развитию Кристона. Вот так, если нажимаете, они увеличиваются. Тут нажимаете, увеличивается. Все, что с официального дискорд-канала, все есть на сайте с переводом. То есть, кроме вот этих вот самих, конечно, табличек. И также добавил, смотрите, если нажать на таблицу развития, буду улучшать сайт. Улучшать в плане того, чтобы им было легче пользоваться. Чтобы кнопочка поиск была. Чтобы вы могли ввести ключевой запросик, вопросик, какой вас интересует. И на него был ответ. Будут добавляться очень много различных вопросов сайта. Оставляйте на заметочках. И давайте еще по характеристикам базовым. Тоже табличка есть. Вот тут вот с переводом. Как положено. И вот они, характеристики. Теперь, смотрите, если сравнивать, давайте вот откроем что-то, кавалерию, да. И сравнивать Т-11, да, которые все на 39 зависли. У них база 272. А, оборона, там, атака... А, нет, это здоровье, скорее всего. Defenders, это оборона. Английский не изучал. В этом тяжко. 355 и атака 427. Т-12, разница была небольшая. То есть, 490, там, видите, атака. А сейчас же, если пройдут улучшения, игроки, которые улучшатся, разница будет колоссальная. И замки с Т-11 войсками будут сжигаться просто, как, вот, знаете, сейчас вот 40-ой атакует, там, 35-го, 33-го, он убивает его в хлам. То же самое будет, скорее всего, с замками 39-го уровня против Т-13, к примеру. Ну, так. Разработчики, как бы, всех смотивировали, в кавычках, на то, чтобы люди ставили 40-ой цитадель. Но это мое мнение. Вот. Плюс, дальше, что у нас будет? Дальше будут видосики по связкам героям бесплатным, по связкам платным. Ну, сейчас я написал одному человечку. Возможно, проведем стрим, где можно будет задать вопросы по героям, каких поставить, что поставить и так далее. Будут базовые вопросы, которые я задам данному человеку. И плюс вы сможете в данном стриме, плюс в чатике вступаем, будем проводить очень часто конкурсы, не только на кристаллы. Кристаллы не так часто получается разыграть конкурсы, но будем разыгрывать пакеты с ресурсами. Такие конкурсы будут достаточно часто проходить. Подписывайтесь на телеграм-чатик, ссылочка в описании. И давайте переходим с вами сюда. Чтобы улучшить, нужно вот этот материал. Кристаллы, где его взять? Есть эфирное гарнило. Вот так это выглядит. То есть мы можем поменять маркизы, плюс какой-то там предмет, плюс какой-то там еще предмет. Да, к примеру, ненужный. И у нас есть определенное количество попыток создания. За неделю, то есть 200 созданий. Плюс мы можем обнулить эфирные усилители. Используется для получения 10 дополнительных попыток. То есть мы можем еще, еще и еще. В любом случае на это есть все ограничения. Давайте я потрачу материалы, создам гарнило. Видишь, видите, тут x2 выскочило, а тут 1. Интересно. Блин, я не помню количество. То есть, ну давайте еще разок нажмем. То есть плюс 1. Вот так это выглядит. Вот так создается. Вот так это выглядит. Эфирная гарнила тоже, она горит над зданием, когда у вас есть попытки обмена и плюс материал. У вас будет гореть над зданием. Дальше. Что у нас? Добавили два новых здания. Первое. Это храм Олимпа. Вот так вот он выглядит. Для его улучшения вам нужна фабрика артиллерии. И зал альянса. У всех фабрик арты прокачано. У меня, наверное, на 28-м. На моем замке вообще зависло. То есть, новые бойцы. Повышение VIP-лимита. Ну, это вот все, что добавили в последнем обновлении. То есть, вы можете вот так вот нажать. И все, 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 все увидеть. Кстати, мобиков, то, что они добавили, повысили уровень. Прикольно, кстати. Даже когда вы прокачиваете у русалки шанс вот этот X2 выпадения, и вам падает X2, это вообще приятно. Там, с кооперацией. Или, в принципе, фармиться интереснее. Ну, материала больше стало. И новые бойцы. То есть, есть описание. Все можете почитать, если вы не видели данной кнопочки. Вот так вот это выглядит. Если нажать вперед, а, ну, у нас тут идет сейчас улучшение. То есть, добавится, видите, плюс 2, плюс 2, лимит коопераций и лимит подкрепления информации. Вот, видите. Подробнее. Кристон 1, Кристон 2, Кристон 3, Кристон 4, Кристон 5. Вот это вот придет с этим зданием. В основном. И добавилась еще одна. Якобы, Академия, Библиотека Атлантиды. Сразу это здание на 40-ом уровне, видите, ставится с 40-ыми. Тоже улучшается. Ну, тут уже цитадель нужна. И смотрите, исследования. Тут тотальное количество исследований. Просто тонны, поглядите. Плюсы еще не открыто. Вот это вот все добро. Поэтому, если у вас кто-то там развился и был у вас лишний ресурс, там, ускорение, вы их все сольете. Потому что по ресурсам смотрите тоже. То есть, тут вот пока на первых порах не так уж и много. Дальше уже... Ну, тоже не кстати... Кстати, по ресурсам немного идет. Не такие исследования. Ну, конечно, это только боевое усиление Крестона-1. Понятно, почему это не особо много. То есть, вы можете выйти, это как... В принципе, по сравнению, если сравнивать с исследованием на Академии, Это огромный-огромный разрыв. Ну, конечно, если тут будет боевое усиление 5, там, естественно, по ресурсам выйдет намного дороже. Сейчас вот ставится 30-40-ая Академия. Не могу показать там исследования, в принципе. Ребят, скоро выйдет на канале в ближайшее время по Гонцов Горе обзор с замком. И кто играет в Штормшот, вы обязательно посмотрите данный обзор. Там 50-я цитадель максимальная у человека. На обзоре 48-я. Вот он будет ставить 49-ю. И там очень много добавили сход с нашей игрой. То есть, вы можете... Я, в принципе, эти здания показывал. Акцент на них делал. Вы можете посмотреть. И, в принципе, даже будет полезно увидеть в сравнении, что там есть. Новая нежить. Давайте, в принципе, посмотрим вживую. Ну, вы уже ее все били. Прекрасно. Это, ну, в принципе, там только королевство, которое больше... Определенное количество дней. Найти ее... Ее убивает очень часто. Найти практически как нереально. То есть, в активных королевствах, где лупят эту нежить, ее найти прям вообще крайне тяжело. В основном, вот, я бегал на основе, искал акванавтов и находил, в принципе, вот эти вот лагеря. Давайте перейдем на мой замок. Вот. Может быть, тут и есть показать. Так, не хочет. А, вот. Ну, так вот выглядит. Тринадцатые. И по наградам, смотрите, отчеты. Вот. За пятнадцатые. Ну, такие вот награды. Тут, на самом деле, камушка падает очень много, если бить это в соло. То есть, там, с одним воином от кого-то. То есть, плюс вот этот вот сделай сам. Свитки. Которые, вот, многие альянсы не делают кооперации на обычную нежить. И создают просто взносы. У нас сейчас вот то же самое в альянсе. Вечно висят эти взносы, незакрытые. Закрыть их не могут, потому что никто не бегает на эти угрозы. Нужно выделять время, день и договариваться с всем альянсом. Просто гнобить эти атлантов этих, чтобы набирать в мешочки друг другу, жертвовать и развивать вот этот вот навык в дирижабле, который все собирают вон с зал альянса. Да, глядите, постоянно висит вот эти вот все. Вот тут такие вот части очень нужны. Вот такой вот краткий обзор. Пишите ваши комментарии, пишите ваши пожелания. Видео, какие вы хотели видеть ролики. Может быть, у вас есть вопросы какие-то. Вы тоже можете написать комментарии. И я постараюсь на все ответить и снять видеоролик. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Продолжение следует...